всем привет сегодня у нас долгожданная вот такая вот посылочка долгожданная мной потому что здесь телефон zte axon mini 7 посмотрите в обычном пакете то есть без всяких дополнительных прокладок вот ну давайте откроем и потом долгое время его не было то есть наверное месяц он продавался по 119 99 потом он пропал из продажи и не было даже в наличии его а потом опять появился в наличии буквально там не помню 30 или 20 штук и я успел то и взял себе тоже попробовать посмотреть что за телефон что у него тут за звук как он выглядит так далее то есть axon 7 минис видим zte смартфон на базе 6 андроида 3 32 гигабайта эта версия до 3 оперативки 32 ром передняя камера 8 мегапикселей задняя 16 snapdragon 617 здесь дисплей 5 2 дюйма full hd слабое место 2 700 это батарейка давайте раскрывать его посмотрим как он выглядит коробка покосанная да то есть но не критично то есть углы все помяты ну это как бы естественно здесь вот удары вот здесь вот такой скос летела она куда-то вот смотрите значок dolby atmos то есть это здесь типа звуковой там чип стоит крутой должен быть хороший идеальный звук у него вот открыли смотрите какая красота золотые такие кнопочки вот подковыриваем ой что-то здесь вот наверное вот здесь находится инструкция все остальные штуки и снизу мы видим сам смартфон выпал и давайте посмотрим еще что то есть ага еще есть зарядочка output 5 вольт полтора ампера так это просто бумажечка идет тайп си причем заглушечкой то есть кабель тайп си с такой вот передавать откроем с такой резиновой классной прикольной обжим очка то есть можно ее затягивать ну круто вот и с колпачком резиновым колпачком на тайп си резина очень приятная плоский кабель тоже приятный на ощупь очень классный вот ну круто вот проводок я вот ну именно протащился даже больше проводка сейчас чем телефон сейчас еще и до телефона дойдем идут в комплекте наушники с 35 выходом без переходника а это значит что у нас здесь есть 35 выхода где-то вот он наушники симпатичные такие сделанные по стилю как у айфона без беспроводные типа ну сама вот это вот ушко но такая прикольно сделаны стильно мягенький проводочек и я так понимаю здесь до громкость можно устанавливать и есть микрофон для того чтобы можно как использовать как гарнитуру инструкции а скрепочка скрепочка красивая такая и идет силиконовый чехольчик изнутри шершавый вот просто силиконовый без не желтит то есть белого цвета не желтит некоторые дешевые телефоны они вкладывают с силиконовые чехлы с такой желтизной у нас уже было там несколько в обзорах попадались распаковках и но мне это не очень нравится и вот такая вот макулатура большая книжка с английской инструкция здесь что как на английском языке да есть и другие языки white 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 quick start английский курзан лингтунг немецкий наверное вот ну в общем несколько языков есть но непонятно какие и вот такая вот тоже еще макулатурка не пойми что в ней поэтому мы тоже ее отложим и давайте смотреть уже наш сам смартфон красиво он выглядит конечно классно аксон 7 made zte b 2017 g dolby atmos внизу у нас тайп си и микрофон здесь у нас touch id вспышка и камера камера немножко выпирает на правой стороне у нас кнопка включения громкости телефон холодный он металлический причем вот эти вот вставки тоже по ходу металлические до холодная как и сама крышка он очень холодный то есть ну что интересно если он не греется сильно то это и хорошо летом прохладно будут руки ну если конечно не в чехле использовать давайте посмотрим лоточек открываем лоточек у нас на две симки либо на карту памяти и симки вот первый дальше ближе 2 и есть nfc здесь сняли экранчик такой черный черный давайте будем включать передние вот эти вот вставки они из пластика такого рифленого то ли дни пластик то ли к тканью покрыты но очень сочный экран здесь amoled экран но по яркости по сочности он блин там наверное круче чем у моего чем me 6 мой как он в чехольчике смотрится включается что-то или что ли он включился уже не надо что-то нажать нет не включился завис может он не заряжен включился и вот у меня невооруженным взглядом на камеру вид на полоски то есть вот если снимать экран получается видно полоски ну давайте посмотрим русский язык присутствуют 62 процента и довольно таки неплохо так смотрим что у нас здесь есть и ну выглядит очень красивая картинка то есть но реально глазу намного приятнее смотреть на этот экран на такой он более сочный в чем в сравнении допустим у моего me 6 телефоне вот имя телефона так техническая информация snapdragon 617 общая информация номер так 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 модель zte b207 2 20 17 g версия android 601 система безопасности январь семнадцатого года для меня минус том что здесь экранные кнопки не здесь расположены на экране для того чтобы их вызвать нужно свайпнуть вверх они появляются красиво тут все сделано мне очень нравится запишу сюда несколько мелодий и проверю как он звучит час наушниках запустил видео которое здесь с целью ну предустановлено в телефоне для с целью того чтобы увидеть возможности смартфона вот именно проигрывание видео и звука и я вам скажу это ну реально божественно и я вот на родные наушники которые идут с ними вставил это ну а звук как будто ты в кинотеатре даже какой объемный тут классный сочный сочный такой звук и картинка сочная и получается ты получаешь такой ну реальный эффект бомба гром переливается как бы слева направо только что и ну как будто он реально возле тебя где-то как будто ну реально за за может открыто окно и за окном идет шторм какой-то да и хром гремит ну очень сочно капают капли плеер такой странный конечно я таким еще не пользовался плеером то есть этот долбе наверно какой-то специально потому что вот их не долбе отключить долбе включить долбе давайте посмотрим вместе два динамика то есть даже если ты рукой закроешь какой-то то даже если закрыть она играет очень громко то есть вот я закрыл оба динамика пиши но вот если закрыть оба динамика тише но не так критично то есть можно вполне комфортно слушать смотреть кино и так далее ну класс он достаточно таки тоненький даже в чехле да то есть в силиконовом чехле можно купить чехол потоньше и будет еще круче вот но блин мне очень очень нравится звук реально классный и сейчас давайте проверим как он будет играть с bluetooth наушниками подопытными будут наши киусевая не с поддержкой aptx круто реально по bluetooth он звучит намного лучше чем допустим тот же мой mi6 с включенным aptx я попробую найти сейчас проверить драйвер не смог я найти bluetooth то есть ну у меня в mi6 чтобы посмотреть какой используется драйвер для bluetooth достаточно зайти в раздел для разработчиков здесь я ну вот немного порылся но не смог найти где это может быть блин ну круто круто звучит ну бомбовый камера нам не понравилось больше то есть именно смотрите буквально быстро она отрабатывает фокус давайте попробуем сфотографировать круто очень круто все гладенько никаких пикселей круто и сочная фотография получилась хорошая как он записывает как он звучит вот и вот и хорошо отрабатывает ну не мгновенно но хорошо отрабатывает приближение автофокусировка у него работает отлично особенно мне нравится что он довольно быстро фокусируется то есть быстрее фокусируется чем леко так при съемке сэлфи смотрите на рамку превью для съемка естественных выражений довольно неплохо получилось хорошее и сэлфи получилось то есть камере тоже мне телефон очень нравится при плохом освещении хуже становится фокусировка и включается автоматически ночной режим но фотографии становятся то есть это вот из окна получается свет только из окна и в комнате во всей темно и все равно фотографии получаются неплохие ну и сейчас попробуем когда будет полностью темно автоматически включилась вспышка и действительно фотография все равно получилась неплохая вот четко без особых то есть смотрите вспышка отработала хорошо и какие какой-нибудь пикселизации такой сильно нету все гладенько красиво я не не скажу что я там великий ценитель и допустим немного камер повидал но скажу что в теле в этом телефоне отличная камера и хорошо она снимает не требуя каких-нибудь там дополнительных настроек и каких-нибудь усилий со стороны снимающего все до копейки что в нее вложено она отрабатывает говоря итог по камере я не особый ценитель потому что у меня было не так много камер не так много смартфонов для того чтобы сравнить это все но мне очень понравилось как он фотографирует автоматически все в автоматическом режиме от пользователя не требуется никаких дополнительных там действий то есть включили камеру и погнали снимать не важно ночь это или день он сам отработает сам включит вспышку сам все снимет и снимает довольно таки неплохие снимки получаются то есть ну как неплохие они получаются отличные то есть как по моему мнению отличные аппараты этот мне понравился и по звуку по всему экран сочный блин ну классный аппарат он реально стоит всех вложенных него денег до копейки очень доволен покупкой на данный момент в гербесте где у покупал его нет но я постараюсь подпу добавить ссылку то есть ну я добавлю ссылку гербесте где я покупал добавлю ссылку на акцию по которой я покупал распродажу найду еще где их продают по хорошей цене где можно найти их и добавлю тоже на этом у меня все ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок субтитры делал DimaTorzok